Читаем вместе. Книга притчи Соломоновых, 23 глава. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобой, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Не забудься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит в небо. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобой. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Ты накажешь его розгой и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешников, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся, отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матерью твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого, радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне и глаза твои, да наблюдают пути мои. Потому что блудница глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодец. Она, как разбойник, сядет в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят искать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит превратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же.